Всем привет! Вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем играть в Вальхейм. В предыдущей серии мы построили вот эту вот коробку чудеснейшую и попытаемся сейчас продолжить как бы играть, чтобы... Чтобы, чтобы, чтобы что-то сделать. Мы, наверное, зря здесь начали строить. Давайте мы сделаем следующее. Сломаем всё, при нам собачьем здесь всё, что здесь построено, потому что оно нам не нужно. Оно нам не нужно, хотя бы по той простой причине, что это очень далеко от начальной локации. Давайте мы будем строиться в начальной локации, чтобы, ну, как-то я не знаю, чтобы... Чтобы недалеко было бегать... Просто, чтобы недалеко было бегать. Это что значит такое? Отсутствует ремесленный станок. То есть я не могу сломать что-либо без ремесленного станка, но это вообще не дело. Ну, ломайся в конце-то к концу. Ты хочешь сказать, ты ещё не сломал стену? Это же обычная стена кирпичная. Ой, кирпичная, деревянная. Вот, спасибо, молодец. Не знаю, а, получил древесину, да. Давайте посмотрим по карте, где у нас начальная локация и побежим туда. В наших целях сегодня победить первого босса. Как мы понимаем, там есть... В этой игре есть боссы, и в этой игре нам необходимо пройти всех этих боссов. Чего там шушукнуло? Если игра будет подвисать, подлагивать, в этом нет никакой моей вины, потому что я не специальный. Там качается просто кое-что, и... Хоть это и на другой диск, всё равно компьютер этим занят, и он, я думаю, будет немножечко сопротивляться игре. Точнее, сопротивляться записи. То есть, как-то приоритет он, наверное, не очень правильно выставляет. Да и, в принципе, игра сама не очень сильно оптимизирована. Или же её больше некуда оптимизировать, так как она написана на Unity. И мне кажется, на Unity ничего сверхсложного не писалось. Хотя, это всего лишь моё мнение и мои оценочные, так сказать, суждения. Не знаю, я... Вот. Мне кажется, Unity это такой движок для простеньких игр. И если меня снова будет засвечивать, я не виноват. Честное слово, я пытался, я старался, но ничего из этого не получилось. Свет светит... Солнце светит только в путь, вот из этого окна. И я не знаю, у меня сейчас фон поплывёт, там всё поплывёт, короче. И... Ну, в общем-то, в принципе, давай сделаем вот так. Вот так вот сделаем, чтобы я стоял немножечко поровнее, поровнее. Вот так вот стоял, и будет вообще огонь. Так, начальное... Опа, это что такое? Где трава растёт под ногами, и небо над головой голубое, всегда будет очаг и дом. Хорошо, спасибо большое за информацию. Я прибежал в начальную локацию. И... Вместо добавлено... Эйктюр, Эйктюр. И Эйктюр, это, я так понимаю, наш первый самый... Так, жертвенный камень. Эйктюр, его рога словно ветви железа, они камни и горы крушат, копыты его словно гром, голос его воющий шторм. Это олень, я так понимаю, у нас будет первым боссом, здесь у нас будет какой-то дракон, здесь у нас будет скелет, здесь у нас будет огромный палач, а здесь у нас будет огромная... Эйктюр, короче, Слендермен. Понял. А, вопросов никаких у меня не возникает, давайте построим здесь вот... Ну... Не знаю, где даже построить, где здесь поровнее-то будет. Ровный до поверхности как таковой я здесь не наблюдаю, хотя бы потому что... Ну, давай построимся вот... Да не кричите, я вас вообще не трогаю сейчас. Давай построим маленькую будку. Кстати, хочу заметить, у меня молотку сейчас к обзда придет. И... Так, и что мне нужно построить? Мне нужно построить, построить, построить строительство. А, мне нужно деревянный верстак, этот верстак поставить. Давай поставим верстак вот сюда вот, чтобы он здесь вот у нас стоял, и будем строить... Так скажем... Пол. Ой-ой-ой-ой. А, верстаком я не могу пользоваться, пока у меня... Не, ну ты дурной. Тебе ж по-хорошему сказали. По-простому, по-хорошему сказали тебе, чтобы ты меня больше здесь не трогал. Я местный житель, в конце концов. Я точно так же могу, ну, имею право на существование, как и ты. Что ты ко мне пристаешь. Полы построим, и будет вообще все отлично. Полы, это, можно сказать, основа нашего дома. Правда. Не прям-таки это основа. Наверное, зря я вот начал строить, потому что... Это будет стена, скорее всего, дома. Ого. Ты что, я пользоваться уже могу? Нет, скорее всего, нельзя еще пользоваться. Крыша же должна быть. И вон там я зря построил, потому что здесь уже склон пошел, и... И-и-и-и-и-и на склоне строить, ну... Нерентабельно, хочу сказать. Хотел сказать нерентабельно, но... Другое на это слово есть, забыл. Просто это будет не очень правильно строить на склоне, потому что... Ну, потому что, блин, что я объясняю-то? Смотри. Значит, внутрь строим стены. Правильно. Вот так обкрутил. Потом вот сюда поставлю, сюда поставлю. Сюда поставлю. Сюда. Немножечко верстак у меня ушел в стену, но в этом, наверное, нет никакой проблемы. Работать он будет точно так же, как и работал. Точнее, пока что он вообще не работал, но... Сейчас, думаю, начнет. Смотри. Значит, трава у меня через пол растет. Это так не должно, мне кажется, быть. Построим. Ёлки-палки, как меня засвечивает. Я весь краснющий, как рак просто. Может, сделаем вот так, слушай? Лучше не стало, да? Я понял. Все. Ну, блин. Ну, значит, я буду вот такой вот с плавающим фоном. Что я могу сделать? Солнца не было целый день, и внезапно оно появилось. Что я могу с этим поделать? А, вот. Ставим... Еще и ту солнца вот появилась. Делаем мы... Что такое за деревянная стена наискосок? А, это, наверное, для крыши. Это ворота. Мне дверь нужно поставить. Давай вот сюда поставим дверь. И поставим... Поставим... Так, это склоны. Перекладина. Перекладина. Мне не нужна перекладина. Не знаю, правда, как я здесь реализую крышу, потому что здесь, как, наверное, это будет не очень... Не очень... Утопно это делать, потому что я же ведь все-таки... Хотя... Кого это колышет, правильно? Точно не меня. Подожди-ка. Вот здесь вот так. Не все выполнены условия. Не окончились дрова. Ты смотри-ка. Убери эту. Могу пользоваться? Могу пользоваться верстаком. Давай починим. Починим. Вот тут молоточек нарисован. Починим и пойдем рубить дрова. Дрова пойдем рубить. Потому что мы можем. Я надеюсь, что солнце сейчас уйдет и у меня не будет никакой проблемы с записью. Потому что, ну, блин, я не люблю, когда солнце внезапно начинает... Ой-ой-ой-ой. Сейчас меня опять придавит. Или не опять, а снова. Не люблю, когда вот так вот-вот происходит. Я вроде развернулся настолько, чтобы меня не засвечивал. А все равно происходит такая вот... Чешуйня происходит. Не понимаю, почему солнце любит так меня. И она уходит именно в тот момент, когда мне нужно. Когда мне не нужно, точнее. Ну, смотри, мы уже достигли, так сказать, неимоверных высот. Мы построим сейчас крышу. Подожди, нет, тут как-то надо обыграть это все дело. И, может быть, здесь его прихожей сделать и еще одну дверь внутри. Но это будет уже, конечно... Закроемся, чтобы к нам никто не приходил. И будем строить. По-моему, я сделал какую-то хрень. Нет? Тебе не кажется? А мне кажется. Здесь нам нужно было бы сделать, наверное, вот так вот. Да? Да. Нет, а почему мне не... Потому что не сходится, потому что я дурак, блин. Построил не там, где нужно. Крышу мы строим вот здесь. И не можем выйти теперь отсюда, потому что... Знаешь, почему? Потому что я так сделал, что не выйду теперь отсюда. Ладненько, давай дверь вот сюда вот влепим. Не думаю, что это доставит какие-то проблемы. Выход в ход. Кто кряхтит, я не понимаю. Кто вот здесь вот кряхтит? Солнце вроде немножечко ушло, но все равно достаточно хорошо светит. Ты можешь это видеть по-моему. Блин. Иди отсюда. Я вообще не люблю, когда мне звонят. Тем более в момент, когда я не собираюсь ни с кем разговаривать. Это прям вот... Отдельная история какая-то с разговором, знаешь. Вроде сидишь уже, никого не трогаешь уже, все как бы... Ну, понимаешь, что тебе никто позвонит. Подойти к тебе никто не может. Ну, хрен, что-то, блин, подходит. Кто-то говорит что-то тебе. Почему всем так нужно? Почему я всем так нужен, когда мне не нужен никто? Объясните мне, пожалуйста. Так, ну, смотри. Халупу мы какую-то построили, в конце от концов. Стены, где здесь эти вот, которые наискосок? Вот эта вот, да, стена наискосок? И мы ее сейчас вот сюда вот замунтосим. Вот сюда вот мы ее... Опа! Вот так вот сделаем. Можно съесть еще кусочки. Я рад, что можешь съесть еще один кусочек. Я в тебе никогда не сомневался, дружище. Смотри-ка. Ну, здесь будет дырка ввиду того, что... Я не знаю, как туда... Не нужно, наверное, ставить такую эту... Бондурину, которая будет перекрывать еще и немножечко вверх... В этой двери. Давай поставим кровать. Здесь можно кровать поставить и... Типа, спать ночью. Наверное, вот так. Ворон, привет. Хугин. Спите всю ночь напролет в своей кровати. Просыпаюсь в бодром состоянии. Исполнив запасом энергии. Еще одним улучшением вашего дома могут стать сундуки для хранения предметов. Хорошо всегда иметь при себе запасное снаряжение. На случай, если с вами случится что-то неприятное во время исследования. Я полностью с тобой согласен. Давай спать. Точка возрождения установлена. Кровать должна быть рядом с костром. Костер. Ну, давай костер разожжем. В доме-то мы костер не будем разжигать, правильно же? Ведь мы же не дураки совсем. Мы разожжем костер вот здесь, где-нибудь рядом с домом. Чтобы он, типа, ну, был. И все. И как бы... Топливо в него накидаем. Мы будем спать. Ложимся спать. И мы сейчас пойдем, пойдем, пойдем. Куда мы пойдем? Мы сейчас пойдем... Что мы можем сделать сейчас? Нам нужно пойти в этот эктюр. Давай посмотрим... Ну, точнее, не в этот эктюр, а вот туда, где, короче, отмечен. Давай сделаем лук, чтобы было. Давай сделаем еще... Что мы можем сделать? Мы можем сделать деревянных стрел побольше. Лук. И сделаем еще... Знаешь что? Знаешь мы что сделаем? Мы сделаем... Охрен знает, что мы еще-то сделаем. Мы больше ничего не сделаем. Давай пожуем немножечко. Вот это пожуем. И вот это пожуем. И пойдем... Драться с... С какими-то животными, наверное. С кабанами, может. Или с кем-то. Так, олень от меня убегает. Ни хрена он ко мне не подходит сам. И, соответственно, я его убить не смогу без лука. Для лука мне нужны кожаные обрывки какие-то, да? Но кожаные обрывки можно получить из чего-то живого. Из живого есть здесь кабан. Соответственно. Да? Вот, у меня три штучки есть. Кучка кожаных обрывков. Вес полтора. Сколько у меня там? Двадцать восемьдесят трех сот. Это, в принципе, нормально. Нормально. Так, давайте найдем кабанов. Есть здесь они вообще? Да, есть. Я когда бежал, по-моему, они были. Они были. И они, по-моему, хотели очень за мной побежать. Так. Вон что-то шевелится. Заодно и проверим, из них он выпадает или нет. Привет, кабан. Ты меня услышал. Да, кожаные обрывки, гляди-ка, получаются из кабана. Смотри-ка, кожаных обрывков сейчас насобираю. Сырое мясо даже попало. Но ты больше ничего-то не придумал, нет? Зачем ты меня ударил? А, пять кожаных обрывков. А зачем шесть кожаных обрывков? Зачем мне мясо из кабана, если семь кожаных обрывков? Так. Ой, господи, ну... Бомжу, Валера, зачем ты ко мне пристаёшь постоянно, а? Что я тебе сделал такого? Я же вроде ничего не вредил тебе. Ты сидишь здесь, никого не трогаешь. Вот ещё кабанчик, я смотрю. Да, вот он и кабанчик. Спины убиваются гораздо быстрее. Там какой-то бонус, что ли, есть. Кабан с двумя звездами. Звёздочный кабан. Ничего себе, ты смотри-ка. Двенадцать кожаных обрывков у нас есть. Давай мы ещё немножечко насобираем этого кабаньего... Всякого этого добра. Кабаны добавлены в компензиум. Хорошо. Это земля тверда и дикану. Нам, попавшим сюда, ещё труднее. Странник, найти утешение. Чего? Я неправильно прочитал. Странник, найди утешение в дарах перед тобой. В добром древе и камне, в лесных плодах и цветах. Взгляни также на кабанов, которые бродят по этим землям. Они боятся огня и человека, но их можно приручить. Тихо подойди и подкорми их. Они любят есть коренья. Только не вижу я здесь кореньев. Понимаешь, нет тут кореньев. Где здесь кореньев? Вот коренья. Это ветка. Чего? Ветками накормить? Мне кажется, они меня нахрен пошлют с этими ветками. Давай ещё кабанчика найдём. Зарежем его, кабанчика, и пойдём к себе в эту. На базу. На базу пойдём. Что ты так подвисать-то начал? Что с тобой такое? Ай, в жопу! Пойдём обратно. Пойдём обратно. Не будем этих кабанов больше бить. Хотя бы потому что кабаны, они... О, блядь! А я его не увидел, прикинь. Я не увидел кабана! Я не увидел этого кабана. Блин, я обосрался. Надо же было так, а? Смотри, ну у нас, ладно, у нас есть 14 обрывков. Я бежал о своём, думал. Я думал, это камень какой-то. А он как на меня кинулся. Ой, блин. Вот это было, блин, неожиданно и страшно очень было, на самом деле. Так, дом у нас ещё не сгорел? Нет, вроде не сгорел. Так, запрыгните, в конце концов. Так, берём верстак. Верстак. Холчёвая туника. Холчёвые штаны. Лук. Лук нам нужно... Для лука нам нужны деревья. Десять штук, да? У нас три всего. Пойдём нарубим дров. И... Будет... Ой, блин. Тихо ты. Навык без оружия. Ты дурак. Какой без оружия? Ты зачем рубишь деревья без топора? Это... С... Садомазохизм какой-то уже. Так. Не падать. Чё это такое? А, упало что-то. Разбило даже. Смотри. Да твою мать. Валерон. Заканчивай. Он... Он меня на самом деле уже... Это... Доколебал. Не может жить спокойно. Ему нужны какие-то приключения. Зачем он на меня нападает, а? Что я ему сделал? Самый главный вопрос. Така-така-така-така-така. Всё. Я думаю, мне хватит на лук, на чеснок, на всё, короче, мне хватит. И я буду сейчас непобедимым, неуязвимым этим... Этим... Как его звать-то? Товарищем. Смотреть, значит. Лук могу создать. Создаю лук. И создаю деревянные стрелы. Деревянных стрел я как раз могу сделать ещё. Да. Вообще отлично. То есть у меня 40 деревянных стрел, и я не побоюсь ими воспользоваться. Сколько сейчас у меня запись идёт, я даже не знаю, потому что... Потому что кто-то меня отвлёк, и получается, что я должен заново всё это так. Две древесины нам нужно заново, так сказать, заново должен был записывать. Получилась такая вот неприятная ситуация. Так, сколько там? Две древесины. Так, сколько у меня сейчас древесины? Восемь. Восемь древесин должно хватить уже, я считаю. Так, берём молоток, ставим его в вот эту вот стойку для готовки сюда. Убираем молоток, нажимаем тап, нажимаем на что? Трофей Никс. Это куда его девать, интересно? Можем съесть вот это, и можем съесть вот это. Идиот. Идиот. Так, приготовим сейчас мясца. Мясца приготовим, чтобы было что покушать нам, и было откуда брать силу, потому что... Потому что. Просто потому что. Так как мы идём на битву с боссом, нам нужны силы. Нам нужны силы, здоровья и урон. Огромный урон, который мы сможем... Второе приготовленное мясо получил. И давай пойдём... А, пойдём... Да, лук. Кстати, зачем мне два топора? Вот этого я ещё не понимаю. Где олени? Это он гавкает, да? Так, если это он гавкает, то... Ну, стрела летит вниз немножко и начинает чуть выше брать. Ну, я взял, видать, либо чуть слишком выше, либо... В принципе, да. В принципе, я правильно стрянул сейчас, но... Я всё равно не попал. Давай научимся попадать в оленей. А, вот он, олень. Не, ну дурак, нет. Убил! Убил оленя, представляешь? И навык улучшил ещё. Так, что с тебя падает? Шкура, коврик из оленя. Так, коврик из оленя, это здорово. Ты куда бежишь-то? Эй, пучеглазый. Не попал? Блин, смотри, почти попал. Почти попал? Я вообще стрелок. Но почти, конечно, не считается. Так, где у нас ещё есть олени? И сколько у меня стрел осталось? Стрел у меня ровно... Ровно 34. Так, хватит бегать здесь. Хватит здесь бегать. Успокойся, я хочу тебя застрелить. Я вроде не так много прошу. Просто остановись. Просто остановись, и я в тебя стрельну. Хотя бы разочек. Хотя бы разочек. Стрельну просто и стрельну. И всё. Не, наверное, просто так стоять на месте не получится, да? Нужно идти куда-то. Кто-то вот-вот-вот кряхтит, и мне это доставляет какой-то... Опа! О, лень. Ну ёптвою налево. Кабанчик. Убил. Кабанчик. Ну-ка, ты бежишь сюда или не сюда? Вообще, поражаюсь. Трофей дали. Смотри, трофей мне дали. Мне дали трофей и кожаные обрывки. И сырое мясо. Теперь у меня есть три оленей шкуры. Три оленей шкуры. Кто кряхтит? Жабы какие-то, что ли? Ягодок насобираем сейчас. Опа. Смотри-ка. Убил. Это... А, это не икс. Ёлки-палки. Это это... Это что такое? Кремень. Кремневый топор, кремневый нож, копьё. Копьё. Нам нужно копьё. А ещё копьё делается. Наверное, из много кремня. Поэтому давайте соберём много кремня. И... Пойдём, пойдём с тобой... Это самое. Лупасить. Лупасить босса. Точнее, сначала сделаем копьё. А потом пойдём лупасить босса. Потому что мы сможем. Блин, у нас будет копьё. И будет лук. И будет... И будет... Ой-ой-ой, ты чего? Плавать не умеет, что ли? Это же не вайси. Хватит... Хватит так делать. Не хрюкай. Я думаю, он умрёт сейчас. У меня была пустая шкала выносливости. И он начал тонуть. То есть он не может держаться на воде, что ли? Или что? Получается так. Получается так. Сколько у меня кремня? Десять штучек. Давай. Ещё пять штучек наберём. Я так понимаю, он только здесь растёт. Потому что я его первый раз увидел. И пойдём мы, значит, сейчас наберём пятнашечку и пойдём уже по своим делам в дом к нам. И пойдём, соответственно, делать... 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 Копьём. И пойдём к Эйктюру. Пятнадцати, я думаю, нам хватит для того, чтобы сделать копьё. Пятнадцати кремния. Ну, блин. Мне кажется, что то, что должно. Я вот не знаю, успею я это сделать всё до заката. То есть, ну, как бы до ночи. Думаю, что нет. Потому что там по карте, если посмотреть, то мне до Эйктюра до этого ещё бежать. Кстати, вон в ту сторону. Вон в ту. Очень далеко. То есть, ну, столько же сколько до базы. В целом, даже больше, чем до базы. До базы, а не уго-го сколько. То бишь, мне сейчас, наверное, будет целесообразнее дойти до базы. Заночевать там. Это я, скорее всего, вырежу, как я буду там всё это делать, ночевать. И... Я вижу оленя и вижу, что он не особо меня боится. А зря. А зря мать его заново прощает. Ой-ой-ой-ой. Гениально, да. Просто вообще. Какой сказать, ты не умираешь? От выстрела в упор стрелой. В лоб прям зарядил, а он не умер. Представляешь? Непорядок какой-то. Какой-то непорядок. Повесил я, значит, сушице мясо. Сушице, это, грубо говоря, это... Ого, точнее говоря. Починим все вот эти вот все приблуды наши и сделаем, соответственно, копьё. Копьё. Где копьё? Копьё, дубина, копьё. Смотри, 10 копья, да, нужно. 10 копья. 10 кремния нужно было. Делаем копьё. Лук поставим на вот эту. Это поставим вот сюда. Нет, так, копьё на первое место поставим. Дубину вот сюда, топор вот сюда. И постав... Там приготовилось, кстати, мясо, поэтому оно сейчас горит. Давай поставим вот это вот, готовится. Ну, чтобы было разнообразие. Я так понимаю, у нас можно только 3 еды вставить, и все должны быть разными. Три вот этих вот ингредиентов, которые у нас есть в желудке, то есть они должны быть разные. И, соответственно, нам нужен хвост, чтобы вот повысить, так сказать, наш этот... Насыщенность... Насыщенность. Насыщаемость. Насыщенность нашу. Жизнью. Ещё чем-то. Это приготовилось или что? Не приготовилось. Один раз шикнул. Я слышал, да. А ты что думаешь? Не слышу, что ли? Смотри, значит. Деревянная стрела. Стрела у меня сколько? 25. Давай сделаем ещё. Нам нужно что? У нас нет ни одного бревна. Я, как я посмотрю, да? Нет ни одного бревна. Нам нужно бревно разрубить. Нам нужно срубить целое дерево, чтобы получить из него 10 брёвнышек. Давай рубить вот тут. Падай давай уже. Вот так. И куда оно падает? Оно падает, смотри. Именно туда, куда мне, в принципе, не нужно было бы падать, чтобы оно падало. Ну, потому что оно могло бы упасть на другие деревья и срубить их. Ну, сломать, то есть их завалить. А получается, что сейчас оно упало и... Опять секундочку, я посмотрю, куда... Опа, и всё. И как будто бы никуда не отвлекался. Так, мы срубим вот эти деревья ещё. Ну, конечно, давай снимаем они ещё. Жизнь. Ноги, руки. Чё там ещё можно... Так, идём делать стрелы. Уже закат, то есть у нас уже времени как такового нет. И... В целом, я думаю... В целом, я думаю, что... В целом, я думаю, нам нужно сделать ещё щит. А этот ещё делается? А, из-за бры... Ни хрена себе. Деревянный щит. Вот такой хочу. А, нет, лучше вот такой. Он красивый. Давай вот этот деревянный щит. Бонус парирования, скорость передвижения, силу бронирования 20. А этот сколько? 35, но минус 20 скорости передвижения. Но это вообще никуда не годится. Создать. Давай создадим. Upgrade. Это что значит такое? Необходим уровень станка 2. Уровень станка 1. Можно повысить, создавая улучшения. Какие-то улучшения нужно создавать. А, я знаю, что тут надо создавать. Смотри. Вот тут вот. Вот где-то. Вот. Вот звёздочка. Видишь? Нужно 10 кремня для того, чтобы сделать колоду для рубки. И, в принципе, ею мы уже бы смогли... А, с помощью неё улучшить вот этот станок, верстак. И делать уже что угодно. Ну, как что угодно. Ну, улучшать вещи, в общем-то, мы смогли бы. 21 минута уже в этом заходе, понимаешь? Это со второго захода 21 минута. Видос получится охренеть каким длиннющим. Но. Благодаря тому, что я... Как говорится... Его. Это что значит? Ветрище такое откуда? Поднялся-то. Поднялся-то откуда такой ветрище? Давай хвост Никса сожрём. Сожрём сыр вот этого мяса. Приготовываем его. Клубнички. И вообще, чтобы было всё отлично. И побежим в голожопые... Сколько у нас обрывков кожаных? А, один. И побежим туда, куда нас... Где? А, вот там. Нас ждут. То есть, вон там у нас и эктюр, и мы туда побежим. Убивать босса, я так понимаю. И я думаю, что у нас получится, потому что... Ну что может быть сложного в первом боссе? Там, конечно, было сказано, что нужно там на... Огромное количество... Как за мной бежит, что ли? Нет. Лучшее оружие собрать, ещё там что-то сделать. На откуда лучшее оружие можно собрать в начале игры? Ну, в конце концов, вы сами понимаете прекрасно, что этого сделать, ну, никак не представляется возможным. Так-с. Что же мы имеем-то? Сколько бежать до туда? Я уже устал просто бежать, на самом деле. Наверное, будет практичнее вот так вот сделать. Ну, чтобы на пятёрку можно было вот так вот нажимать, чтобы прям взял. Вот так, и всё. Да уберись с ним. Так, вот, я смотрю, прибегаю. На карте его уже заметно стало, и я думаю, что у нас сейчас всё получится. Подвисания вот эти вот, они меня немножечко напрягают, потому что... Так, это чё? Чё это такое? Привет, мой хороший ворониншка. Хугин. Вы нашли место призыва одного из павших. Сделайте правильное подношение алтарю, и павший появится. Однако будьте осторожны, павших нелегко одолеть. Так что наденьте лучшие доспехи, создайте оружие посильнее, и поешьте как следует, прежде чем вступать с ней в бой. Но я поел, я предусмотрительный молодой человек, ты... Так, призыв зверя, у нас же не место призыва, я понимаю. Всё, всё, хватит. Так, чё это такое? Появит... А, ловить его сорой. Олени, что ли, ловить нужно? Тут олень нарисован, значит, надо ловиться. А я... Надо в алтарь положить что-то, правильно? Подожди. Сырое мясо. Нет. Оленья шкура. Оленья шкур-то... Ничего не происходит. Чё? Трофей можешь положить? Так, я пойду отсюда. Нафиг. Подальше. Потому что... Там же хреново знать, чё тут может произойти, да? Так, где тут лук? Где он появляется? Где он появится? Ууу! Смотри, какой огромный. Попал, смотри, в него попал. Слышь, иди сюда. Псина. Попал в жопу ему. Попал, попал, попал. Попал ещё раз в жопу. Ууу! Так, сколько он здоровья сносит? Я чё-то не обратил внимания даже. Шопу, блин, попадаю. 79 сейчас здоровья у нас. И я думаю, что... Не такое, что нам страшно. А, промазал, да, собака? Ну-ка, накапливай силы свои. 81. Да, 13 здоровья, в принципе-то это не так много. У меня восстановление достаточно быстро происходит. Попа! У меня 7,5 вон восстанавливается. Ну смотри, я снес с него больше половины. Ой, больше половины. Почти половину. Давай, не дури. Не дури. Всё, заканчивай. Не такой он уж сложный. 20 здоровья снялся. Это ему в голову надо попадать, чтобы 20 здоровья снести? Нет. 23, смотри, как бы я мощный. А всё почему? А всё потому, что у меня прокачивает уровень стрельбы с лука. Сколько я стрелал остался? 6. Но в целом-то мне достаточно. А может, и не будет? Ты же стреляешь на правильный атак, и почему ты в меня попал? Я стоял сбоку. Опа, нет. Не придумай. Опять в жоп попал. Смотри. Ещё немножечко, и нам придётся атаковать его в ближнем бою. Да? Вот сейчас примерно. Давай, возьмём щит. Так. У него осталось хрен и ни хрена здоровье. Как, в принципе... А, нет. У меня там много. Нет, нет. 35. Ну тебя нафиг. Я побегу, пока это... Побег. 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 42 здоровья. Это мало. Ну его нафиг. А то сейчас ещё раз штуканёт. Ещё что-то сделает со мной. Всё. И куда мне бежать? 50. Здоровье. Клубничка заканчивается. Съешь клубничку. Давай быстрее. Давай быстрее ешь. Так. Он не восстанавливается. Это уже хорошо. Иди сюда. Иди сюда. Вообще чуть-чуть осталось у него. Ты смотри, как мало. Осталось чуть-чуть. Осталось. Осталось один раз стыкнуть. На. Блин. Запомните победителя. Вообще просто победителя. Запомните. Вот так вот сделаем. Вот такую вот штучку. Вот так вот. Вот так вот. Встанем просто. Твёрдый рог. Кирка из оленевого. Из рога оленевого. Ёлки-палки. Ты смотри, какой большой молодец. Олени. Не бойтесь. Я вас не буду трогать пока что. Вернитесь к жертвенным камням с трофеем павших. Принесите его в дар богам, чтобы те оказали вам милость. Хорошо. Пойду. Пойду в... Как его называют? Жертвенным камням. Это вон туда. Ну смотри. Босс в принципе оказался очень даже лёгким. И никаких сложностей он у нас не вызвал. Только единственное. Мы взяли немного меньше стрел, чем было необходимо. То есть было бы побольше стрел. В принципе даже в ближнем бою не пришлось бы нам с ним драться. Но в ближнем бою он такой же. В принципе несложный. И... Слушай, ты бы на меня не нарывался. Я только что убил этого... Убил только что Веня. Огромного. И думаю, что тебе не стоит вообще на меня нарываться. Так, я смотрю, где мой дом вообще стоит. Куда бегут? Вон туда мне нужно. Я буквы Зю бегу. И поэтому трачу неимоверно большое количество времени для того, чтобы добраться из точки А в точку Б. Восемьдесят восемь здоровья почему-то стало. А, потому что тратится моя пища. Пища тратится и следовательно тратится невыносливость на здоровье. Так, где тут дом-то мой? Давайте дойдем до жертвенных камней и закончим на этом серию, чтобы... Потому что она и так достаточно долго вышла. Вот это уже полчаса идет. И еще тот отрывок минут десять. Минут сорок пять точно. То есть, ну, сорок-сорок пять минут, я думаю. Мне еще одни сапоги скорохода, чтобы перемещаться немножечко быстрее. Так, это нет, это не то. Вот. Это что значит? А, мне нужно положить сюда как на жертвенный этот камень или что? Твердый рог. Ну, блядь. Че надо-то? Я что-то не взял? Да, блядь. Иди отсюда. Подожди. Почему я ничего не это-то? Я что-то не понимаю. Да, именно так оно и должно быть. Невозможно использовать вместе. Жертвенный камень. Я прочитал жертвенный камень. Ладно, давайте разберемся с этим в следующей серии. А на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. Пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok